В путешествие в детство приглашает жителей Карачаева-Черкесии Банк России. Экспозиция с таким названием открылась в картинной галерее в Черкесске. Вниманию гостей представлены более трех десятков фотополотен с изображением памятных монет, отчеканенных в разное время и посвященных персонажам отечественной мультипликации, героям народных сказок и художникам. На выставке побывала Мадина Каракетова. Персонажи любимых мультфильмов, герои старинных сказок, поэты и писатели, пишущие для детей. Хоть посетителям выставки и нельзя посмотреть и потрогать руками настоящие монеты, но можно увидеть их изображение на фото, а также поближе познакомиться с технологиями монетного дела, узнать информацию о скульпторе и художнике, которые трудились над монетой, о тираже. Приветствую посетителей выставки, управляющей отделением Банка России по Карачаевой-Черкесии, Дмитрий Мечеряков отметил, что эта экспозиция уникальна и проводится впервые. Активное участие в подготовке этой выставки принимали эксперты отделения Национального банка по Карачаевой-Черкесской республике. Гости нашей выставки сегодня смогут впервые увидеть уникальные фотополотна, с которых на вас будут смотреть всем известные персонажи мультипликационных фильмов. Вы сами видите, с какой точностью детализации были воссозданы эти художественные образы. Можно смело сказать, что каждая монета – это произведение искусства. В работе на дни принимают участие достаточно большое количество художников, скульпторов, целые художественные коллективы и команды. Все памятные монеты, изображенные на фотополотнах, отчеканены в разное время. И при создании каждой монеты медальеры старались передать стилистику кукольной анимации, если это персонажи своего из мультфильма, раскрыть возможности цветной печати по металлу, где-то применяли и выборочные золочения. Монета по мотивам бременских музыкантов, например, выпущена в 2019 году, и выпуск этого денежного знака совпал с 50-летием выхода мультфильма. Годом ранее была выпущена трехрублевая серебряная монета с цветным изображением сцены из «Ну погоди». Режиссер «Ну погоди» Вячеслав Котюночкин хотел, чтобы «Волк» озвучивал Владимир Высоцкий, но худсовет его идею почему-то не одобрил. Поэтому всесоюзный любимец серый заговорил голосом знаменитого Анатолия Попанова. Актер очень серьезно отнесся к возложной на него задаче. При озвучке тонущего волка он попросил принести ведро воды. Только так ему удалось добиться максимально убедительного звукового эффекта. Но что касается самой монеты, посвященной «Ну погоди», то решили взять сцену, на которой волк и заяц на коньках танцуют танго. Хотя, говорят, были и другие интересные идеи. Первоначальный вариант был такой, что будет изображена сцена, где волк наблюдает, подкрадывается к заяцу. Но победила дружба, скажем так, выбрали вот такой вариант. Авторы решили все-таки остановиться на варианте с танцем, так как он более динамично смотрится и компонуется на монете. Сестры Велина и Диана Ташева признаются, что эта необычная экспозиция была для них интересна и весьма полезна. Больше всего мне понравилась монета, посвященная Пушкину. Я с самого детства очень любила его сказки, и поэтому я очень удивилась, когда увидела такую монету на этой выставке. Она мне больше всего запомнилась. Мне бы хотелось, чтобы у меня была вот такая монета. Представляете, я сегодня по-настоящему видела, как выглядит один миллиард рублей. Если ты накопил миллиард на путешествие, то его придется ввести вот так. Это действительно инсталляция одного миллиарда рублей в купюрах достоинством 5000 рублей. Для сравнения, в картонную коробку меньшего размера вмещается 50 миллионов рублей, а в пачке рядом 5 миллионов. Проведение выставок – это одна из небольшой части работы, которую проводит Банк России по историко-культурному просвещению. Например, в прошлом году у нас уже успешно проходила выставка «Время и деньги», на которой посетители смогли ознакомиться с историей банковского дела. Они смогли познакомиться с эволюцией денег. И также в прошлом году мы посетителям предлагали рассмотреть некоторые памятные монеты, которые были посвящены Карачаево-Черкесии. Специалисты отделения Банк России по Карачаево-Черкесии для посетителей подготовили и интересный мастер-класс, на котором рассказали, как банк защищает деньги от подделок и как самостоятельно проверить банкноту на подлинность. Мадина Каракетова, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия. Выставка будет работать всего лишь три дня и завершится 13 сентября. Продолжение следует...